Здравствуйте всем дорогие друзья! С вами Ака Марачи и это очередная серия по игрушечке Startup Company. Я думаю очень всех интересует, что же произошло и почему такое огромное помещение и количество людей. Я вам сейчас поясню. Дело в том, что наш сайт с вами, стрим, выходит на огромные, так сказать, уже тиражи, набор просмотров и всего остального. Плюс уже у нас фрамворк вообще крутой, много чего стоит. Рекламные ролики, баннеры стоят, антиблокировщик рекламы стоит. И у меня стоят, получается, не стоят, а работают. Работают люди, менеджеры, которые контролируют работу остальных сотрудников. Сейчас я немножечко буду это все пояснять, как это есть. У меня еще немного подвисает комп, у которого 6.2 оперативы. Будем сейчас стараться объяснять, буду стараться объяснять, рассказывать. Смотрите, что есть. Во-первых, зарабатываем в месяц 32 миллиона долларов. В день миллион. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Это просто колоссальные цифры. Еще я поглотил одного конкурента. Вот потоковая передача. Вот этого конкурента мы с вами поглотили. Все, он нам вообще не соперник. Теперь фликсер. Есть вот конкурент. Можно скупить полностью все его акции. Но когда нажимаем купить, естественно, денег 136 миллионов. Притирочку я пока покупать не хочу. Я хочу немножко еще подкопить денег. Вот моя цель. У нас под атакой дедосят нас, но мы справляемся. Все у нас хорошо. Так. Далее. У нас в здании есть несколько этажей. Сейчас мы на первом, есть второй, есть третий. Мы можем насадить сюда огромное количество сотрудников, но пока что меня это сильно не заботит. Все у нас так офигенно. Компания. Их не преимущество. Я людям дал полный карт-бланш. То есть я им, смотрите, бесплатные напитки. Бесплатный спортивный абонемент. Потом продленный пенсионный план. Бесплатное медицинское обслуживание. Короче, у меня полностью весь пакет. В компании люди, грубо говоря, должны быть счастливы. Но они, ублюдки, у меня все равно страдают. Ну, не знаю. Короче, сколько волка не кормим. Он все равно в лес смотрит, как говорится. Поэтому им все равно что-то не так. Вот правда. Они уже задолбали. Я иногда им делаю вот так. Захожу в сотрудники, выбираю всех. И набираю, выбираю, точнее, смотрите. Заплатить бонусы. 34 тысячи бонусов, чтобы заплатить всем сотрудникам. Почему нет? Все, мы платим им бонусы. У них настроение получается на максимум повышается. Они довольны. И работа прекрасно идет. Далее. Теперь расскажу немножко про персонал. Про свой, который у меня здесь трудится, не покладая рук. У меня есть один вот такой вот парень. Так, он у меня кто? Менеджер по персоналу. Он может контролировать экспертов. 8 человек. Смотрите. Вот он контролирует 8 человек экспертов. А каждый эксперт, в свою очередь, контролирует 8 человек просто обычных работников. Ну, я думаю, вы понимаете. И так все понятно. Контроль под контролем. У меня, естественно, на этого парня я настроил, точнее, эту женщину, что график работ можете настроить. Я сделал людям воскресенье в выходной, в среду поставил день обучения. Сделал им 6-часовое обучение. Вот когда выскакивает такая табличка, что нужно повысить зарплату, нажимайте всегда повысить. Человек от вас уходит. Вы в него вложили деньги, вложили время. Обучили его. Он у вас научился всему. И тут он хочет от вас слинять. Понимаете? Ему вот что-то не нравится. Ему не нравятся условия. Всегда добавляйте зарплату. Если вы не хотите, чтобы кадр от вас ушел. Видите? У меня вот здесь пустое место. Здесь тоже пустое место. Кто-то ушел. Я вот так вот кого-то не успел нажать. И они удрали меня. По деньгам я в огромном плюсе. Мне просто надо пережидать этот момент. Ну, как бы сидеть вот так во ФК, и деньги будут копиться. Но только главное людей не прострать. Как бы все вообще замечательно. У меня есть сервер свой. То есть, это все я вне видео на лупасе. У меня вот такое вот серверное оборудование большое. У меня уже вот такие вот установки. Их нужно настраивать. То есть, видите? Вот синенькое горит. Оно не настроено. Нажимаем настроить. Компоненты создают. Нажимаем настроить. Настроили. То есть, сервер. Еще больше. Еще больше данные прибавляются у нас. Допустим, здесь у нас что? Это у нас будет база данных. База данных у нас прибавилась. Как видите? У нас все четко. Вот такие вот две большие серверные стойки. По температуре у нас тоже все в порядке. Да у нас вообще сейчас полностью все в порядке. Я даже не знаю, как объяснить. Короче, вообще просто все четко. Еще я финансирую один большой проект. Называется термоядерная электростанция. 400 тысяч я в месяц финансирую этот проект. Но как бы я себе могу это позволить, потому что у меня в день миллионы я зарабатываю. Мы с вами миллионеры. Миллионеры. У нас огромные деньги. И мы можем поглощать их и добить своих конкурентов. Так. Офис у меня находится вот здесь. Уже вот здесь. Вот здесь. Потому что меня все всегда поправляют, что я неправильно выражаюсь. Надо нанять парочку еще человек, чтобы они работали. Ну, это я пока делать не хочу. Мне лень. Что я могу вам посоветовать? Посоветовать. Когда вы создаете сервер. Все вот это настраиваете, делаете и все тому подобное. Вот у вас все замечательно. Все четко. Так. О чем мы остановились? Пошла жара. Пауза то была. Вам нужно обязательно посадить вот таких вот двух работников. Специалист поддержки. А, походу один свалил специалист поддержки. Вот как раз таки надо еще одного посадить. Он сюда убрал. Что они делают? Вот у вас есть вот такая вот штука. Вот смотрите. Вот работник. Разработчик. Разработчик у нас окончается в 67 дне рождения и сваливает. За этим тоже нужно следить и людей как бы обновлять. Разработчик сваливает. Значит у нас прирост в разработке различных компонентов будет. То есть спад здесь. Ладно. Отвлеклись. Дальше поддержка. Радует. Видите людей. Люди задают различные вопросы. Вот мы сюда заходим. И тут они пишут. Ну всякую короче ерунду. Нам нужно отвечать. У нас удовлетворенность 100%. Вот нам нужно. Вот работник поддержки. Вот эти вот люди нам нужны. Как видите у меня практически все их нежелания выполнены. Поэтому им вообще как бы по кайфу здесь работается. Он у меня улучшен по полной программе. Давайте теперь мы разработчик. Поиск кандидатов. Я сейчас ищу вот так. Я теперь уже эксперт. Зачем нам обучать постоянно людей. Знаете вот тратить время свое обучать их. Тратить также деньги на них. Если мы можем найти эксперта. И всего лишь один раз его обучить. И на этом как бы закончилось. И деньги мы платим 12 тысяч грубо говоря. Ну там когда больше. Когда 14. Мы уже ушли от того момента. Когда мы там торговали за зарплату сотрудников. Что вот давай там за 3000 долларов. Давай там за 5. Нету такого. Все. Мы с вами миллионеры. Надо действовать размашеско. Скажем так. Разработчики. Давайте сейчас посмотрим. Что у нас по. По-по-по-по-по-по. Неправильно заходим. Вот заходим вот в этого парня. Точнее в эту женщину. В эту женщину заходим. Боже. Какая двусмысленная фраза. Так. Поднадзорные сотрудники 6. А. Мы тут никак не сможем посмотреть. Или сможем все-таки. Нет. Не можем. Ладно. Значит вот так. В подчинении 7. В подчинении 6. 7. То есть мы можем спокойно еще 4 сотрудника. Получается. Нанять. Тот парень ищет. Все. Открываем его. Отмена. И теперь мы можем нанять 4 сотрудников. Давай же это сделаем. 1. 2. Много разработчиков не надо. Я думаю. Троих будет вполне достаточно. Сделал я план на людей 1. Я не стал что-то выдумывать. Заниматься какими-то изощрениями. Сделал я 1 план на всех. Мы их садим. И ничего им не приказываем выполнять. Поэтому заходим вот сюда. Где 6 написано сотрудников. Сотрудники. И двоих мы сюда присоединяем. Все. Он заследит. Ну как бы план 1. Все. Они идут по этому плану. Сюда прописать цифры. Честно. Я сильно не разбирался. Но я короче написал там 10 тысяч. 20 тысяч. Чтобы они там 40. Где короче. Где сколько. То есть нужно делать. Делать и делать. Поэтому они делают у меня. Единый план для всех. Для дизайнеров. Для системных администраторов. Для разработчиков. Для всех. Вот все. Видите. Они погнали шуршать. Что с обучением. Обучением мы можем им вот так сделать. Им надо всего лишь 1 раз дойти до финалки. Троим людям. И на этом как бы закончится все. Я считаю это очень круто. Когда мы находим вот так вот экспертов. Уже сразу людей. Которые знают. Что нужно делать. Они понимают. У них большая скорость работы. То есть это люди. Которые нам нужны. Как воздух. Прошу прощения. И. Они у нас сразу же работают. Как профессионалы. Грубо говоря. Ищем еще кандидатов. Я думаю нам нужно найти сейчас. Еще специалиста поддержки. Одного. Много нам их не надо. Одного еще хватит. Потому что когда сайт мы будем увеличивать. Стрим. Сайт. Поддержка у нас будет от 14 тысяч. Забираем его. Нам его хватит. И. Будем еще сейчас искать. Ведущий разработчик. Менеджер. Нет. Нет. Я думаю нам еще знаете. Кто будет нужен. Еще дизайнер. Вот парочку еще дизайнеров. Вам не хватает. Так. А сюда мы посадим с вами вот эту женщину. Так. Принимаем конечно же. Повышенную зарплату. Повышение. Потому что люди нам нужны. В любом случае их терять нельзя. Так. Подчинение 7. Все. Присоединяем еще одного сотрудника. И еще. А нет. Не можем еще одного. 8. Очень быстро. А вот опять менеджер по продажам у нас уходит. Вот это вот плохо. После того как менеджер по продажам уходит. У нас контракт аннулируется с фирмой. Как я заметил. А контракт у нас с фирмой очень крутой. Смотрим. Роджер Сильва уходит у нас. Вот этот вот парень уходит. Пустое. А. Уже все пустое. Фиг. Теперь проверишь. Какой был у него контракт. Ну. Хрен с ним. Заходим. Хостинг у нас вообще. Смотрите. У нас все четко. По хостингу. Вот это вот надо кстати очень внимательно за этим следить. Если оно упадет меньше 50%. То все. Антиблокировщики. Реклама 1%. Недовольны люди. Недовольны. Антиблокировщикам. Ну. Увы. Ребята. Надо зарабатывать нам деньги тоже. Так. Рекламные баннеры настроить. Здесь у нас есть контракт. Как можете наблюдать. Их тоже надо постоянно следить за ними. Обновлять. Потому что прирост людей на сайте растет. И естественно все растет. Специалист по продажам. Реклама у нас нормально. Так. Текстовые объявления. Давайте посмотрим. Здесь у нас что? У нас здесь идут штрафы. Мы немножечко не выполняем. Немножечко. Но это у меня просто был спад. Я немного проштрафился. И сайт у меня упал. В показателях. А так у меня было по 40. По 60. Ну короче 40. И 70 миллионов у меня людей было на просмотрах. Вы представляете какие деньги? То есть вообще охренеть. Так. Ушел этот парень. Давайте поменьше скорость. Рекламные баннеры у нас все четко. Значит он наверное был у нас ответственен за... Так. Не пойму. Нет. Значит за рекламные ролики. Да. Рекламных роликов у нас нету. Значит нам нужен специалист по продажам. Давайте. Теперь будем нанимать специалистов так. Кого наймем? Наверное. Наймем мы 2-3 дизайнера. Пусть будет. И наймем специалиста по продажам. Тоже естественно. Хорошего специалиста. Нам нужны только хорошие специалисты. Зачем нам нужны низкооплачиваемые и непрофессиональные люди. Уже мы с вами очень крутые. Так. Есть. И нам он будет заниматься видеороликами. Так. Ставим фильтр. Там сколько было? 70 миллионов. Да. Все проверяется просто. Заходим вот в рекламные ролики и смотрим. На 74 миллиона. И теперь мы выпасим с вами фильтр на 74 миллиона пользователей. Чтобы нам был доход такой. 74. Ну и здесь мы сделаем. Ну не 74. Не знаю. Ну вот так вот. Идеально вообще. Вот 75 предлагает 7 долларов. Нет. Будем ждать. 7 долларов. Это увы. Вообще даже. И рядом не стоит. Не наш показатель. Ждем. И у нас еще есть дизайнеры. Которых тоже нужно естественно. Привлечь к работе. Сейчас мы их рассадим. И привлечем к работе. У нас по моему все сотрудники. А вот у нас еще один есть. Которых почти не три. Следовательно. Этот чувак получает свою зарплату. И полностью сейчас мы добавим. Все. Отлично. Загрузка у нас по людям отличная. Так. 7 долларов. 7 долларов предлагают. 7 долларов. Ага. 8 долларов за 72. А вот смотрите. 8.20 даже предлагают. 8.40. Отличное предложение. 8. Нет. 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 8.40. Давайте обсуждать контракт. Так. Рекламные ролики. Все устраивает. Ставим на 10 дней. 9.24 предлагают. На 10 дней. Штраф 20%. Без проблем. Но мы будем обсуждать. Смотрите. 9.24. Ни в коем случае нельзя соглашаться. Надо ставить где-то. Где-то вот так. Где-то вот так. Смотрите. Смотрите. На сколько он сразу подымает. И мы начинаем спускаться. По роликам. Очень люди хорошо торгуются. Можно неплохо поднять цену. 10.40. То, что-то он пишет, что ой грустная там минка у него вообще. Даже не смотрите. Нормально. Можно до 11 смело подымать. Вот. 10. Ой до 11. Здесь 10.60. Уже прям разозлился. Вот когда вот он разозлился. Все. Тогда соглашаемся. Ну или так. Примерненько. В ту степь. И не забываем нажимать на продление контракта автоматическое. Это будут еще дополнительные деньги. Так. Миллион. Миллион 80. Мы по-моему так и зарабатываем. Да. Ничего не поменялось. Теперь у нас как бы настало время. В принципе мы можем попробовать поглотить того нашего конкурента. Но я думаю пока что, пока что рановато наверное. Нам нужно расширить сервер. Сколько у него людей. Нужно посмотреть. И вообще мы можем сейчас поиграться пока что с функциями. 731. Вот тут тоже нужно быть аккуратным. Надо их повышать потихоньку. Вот 600. Вот тут это повышаем на плюс 10. Мы можем повысить 630. Так. Услуги обмена. Повышаем тоже. На 666. Ну вот. Ну примерно к посадочной странице. Разброс сильно большой не должен быть. 640. Все. Больше повышать не стоит. Если вот эта штука у нас упадет меньше 50%. У нас начнут очень стремительно убывать люди. Буквально за 30 секунд вы потеряете половину своих людей. То есть очень будьте аккуратны с этой штукой. И ни в коем случае. Вот смотрите. Выполняет запрос. И вот он быстро. Хоп. Выполнил. Так. И давай это обучайся, когда запрос выполнишь. Можно заходить и смотреть. Поддержка. Все. Ответили. Среднее время решения 17 и 7 часов. Решенные запросы 218. Я думаю. Хотя удовлетворенность 100%. Значит еще пока нормально. Как только снизится. Тогда надо что-то думать. Так. Смотрите. Какая штука. Долевое участие. Доля. Какого-то парня. Давайте выкупим эту долю. Зачем? Все. Мы теперь являемся одним полноправным хозяином этой компании. Своей Камарачи. Войти в топ-3. Войти в топ-1. Но это вообще практически наверное. Не. Ну как. Это выполнимо. Но очень тяжело выполнимая задача. Но все это как бы решаемо. Все нормально. Смотрим по заработку. Заработок у нас отличный. Нам нужно теперь повышать сайт свой. Правда мы очень много потратили. А. Вот видите. Уже загрузка. А. Ну это же додоска. Блин. Додос пытается порушить наш сайт. Но у них ничего не получается. В связи с тем. Что у нас очень крутой хостинг. То есть тут вопросов нет. С оборудованием я решил подойти очень серьезно. Чтобы было просто идеально. Давайте еще чуть повысим. И прямую трансляцию. Еще на десяточку. На десяточку. Замечательно. Теперь что касается хостингов. Хостинги. Хостинги. Открываем вот хостинг. Настройку мы не можем. Мы можем что сделать. Мы можем ее взять вот так вот. И дублировать за 4 миллиона. Ставим рядом. Вот так вот. Ну настроилось только 2 сервера. Потому что не хватает комплектующих. Но это не беда. Люди там потом нафармят. Все будет нормально. Здесь. Здесь тоже у нас стоит. Здесь тоже не хватает комплектующих. Чтобы подключиться полностью. Ну хрен с ним. Мы перешли на более мощные. Поэтому переживать не стоит. Температура у нас тоже в порядке. В помещении я имею ввиду температура. Так. Уже кто-то у нас свалил. Кто у нас линял. Я пропустил. И кто-то у нас уже убежал. Наверное опять обычный разработчик у нас убежал. За этим надо очень пристально наблюдать. Я не знаю. Если бы можно было сделать автоматически повышение им зарплаты. Может быть и можем. Но я не знаю. Еще у нас смотрите. Мы во-первых платим штрафы. Большие причем. И у нас есть еще реклама. Я бахнул кучу реклам различных. Чтобы они приводили людей к нам на сайт. Видите у нас не хватает этого видеоматериала. Тогда бы мы могли сделать еще плюс ролики. На посадочную страницу. Нам бы это еще больше привлекло людей. Смотрите. Есть инвестиционные предложения. Люди которые хотят быть с нами вдоль в нашей фирме. Но нафиг они нам нужны. Правильно. Зачем они нам нужны. Если мы наоборот от инвестора избавились. Мы выкупили полностью весь патент. Патент. И теперь мы единоличные хозяева нашей фирмы. И давайте отблагодарим наших сотрудников на этой почве. Заплатим им бонусы. Пусть они немножечко порадуются. Имеем возможность. Имеем. Почему бы не заплатить. И теперь мы... Так. Нет. Не то. Наша компания ценится. Смотрите. В 519 миллионов долларов. Вы представляете какая это сумма. Это просто я не знаю. Что-то с чем-то. Теперь можно нам... Фликсер. Что с акциями? Видите. 88. Короче. Будет тяжело подавить. Ну. Подавить как тяжело. Мы можем вот так вот сделать. Смотрите. Заходим. Берем займ. 2 миллиона. Ничего страшного. Нам как бы вообще. По барабану на займ. Если честно. И выкупаем у него все акции. Мы находимся. За минусом. Не страшно. Берем еще займ. Мы эти займы погасим. У нас вообще все будет четко. И теперь поглощение. Мы... Так. Вы не владеете 100% акцией. Так. Мы не все акции купили. Вот оно что. Вот оно что. 450. Ну окей. Купим. Сейчас пройдет день. Мы обязательно докупим последние акции. Видите. Мы все равно остались в плюсе. Сейчас еще один заканчивается. Вот у нас миллион. И акции упали. И все на миллион 300. Покупаем. Зараза. Как спецом. Все. Мы все купили. Все. Акций больше нет. Мы купили полностью все акции. Да почему нет. Гляньте. Что за бред. Я не понимаю. Почему нет. Я же все купил. 366. Гляньте. Это какой-то бред. Я не могу скупить все акции. Он как специально. Видите. Вот специально. 1100. Больше. Чуть-чуть больше. Уроды. Вонючие. Ну ладно. Ладно. Хрен с ним. Продать мы можем все. За 92 миллиона. Думаю. 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 Так. Разработчик отмечает день рождения. Отлично. Три. Они постоянно меняются. Видите. Больше стало еще акций. 3781. Гады. Вонючие. Ладно. Что мы можем еще? Но этого поглотить мы не сможем. 4681. 4681. Да. Мы короче не можем. Они типа ноздря в ноздрю с нами идут. Ладно. Ладно. Обмен видео. Обмен видео. Вот не знаю. Вот мы с обменом видео. Тут тоже все проблематично. 5500. 5,690. Тоже видите. Вот прям специально это ерунда. Ладно. Хрен с ними. Давайте повыплачиваем все вот эти вот наши займы. Которые мы заняли. То, что мы в месседжише отдаем бабки. Ненужные. Все. Теперь мы будем зарабатывать. Коли так. Коли так. Нам нужно как-то развивать без слияния. Я уже одну фирму, конечно, поглотил. Но только одну. Значит, у нас ушел кто? Разработчик. Еще разработчик. Значит, нам нужно найти еще два разработчика. Отмена. Не поставил эксперта. Будем искать. Значит, еще двоих сейчас мы посадим разработчиков. Я думаю, еще парочку надо посадить системных администраторов. Чтобы люди работали. Так. Сейчас мы это все сделаем. Да, да, да. Хватает у меня денег, людей. Системный администратор. Ну, и дни заканчиваются. Поэтому надо сразу же как бы людей рассаживать. Назначать им задачи. Нарезать. Что они должны делать. Потому что филонить они как бы вообще не должны. Это не вариант. Если они будут у нас филонить. Зарплата отойдет. Они у нас ни черта не делают. Правильно? Так быть не должно. Должны все работать на максимум. На пределе. Так. Восемь. Все. Надо искать еще менеджера. А лучше двоих. Эксперт. 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 И теперь мы еще найдем эксперта. Ой. Эксперта менеджера. Все правильно. Одного нам будет вполне достаточно. Мы его сразу же забираем. Не будем ломать себе голову ерундой. Так. Этого мы посадим сюда. Производство план 1. Конечно же. Выбираем. И всех остальных людишек за вот такие вот роскошные, шикарные столы. Будем сажать. Сразу вылетает программа, которую они должны делать. Теперь вот так вот. Тынь, 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 тынь. И вот здесь еще привязываем человечка. Вот этого. И великолепно. Мы даже еще одного можем. Мы тут можем массово выходной им выдать. Массово еще что-то сделать. Но. Вот. Там у нас у людей падает настроение. То есть мы выбираем опять. Выплатить им бонус. У нас уже 14 миллионов. Заплатить бонусы. Выплачиваем бонусы. Что-то мало мы выплатили бонусы. Давайте посмотрим. Наверное сколько наработают на бонусы. Столько и платят. Дома. Не понял. А что с ним? Что с ним такое? Он заболел наверное. Черный диван. Стол начальника. Ну как бы. А это ему хочется. Чтоб у него стол начальника. Ну братан. Извини. Е-мое. Много ты хочешь. Каждому хрен угодишь. Знаете. Вообще типы. Что у нас по функциям. 27 миллионов. Мы естественно на текстовых объявлениях пока что повысились. Но горим. Пока горим. Люди. Пока другие работают. Так. Ладно. На этом я с вами попрощаюсь. Это уже немножко подзатянул. Всем огромное спасибо. Кто посмотрел. Я думаю вы поняли немного уже концепцию. Мы с вами движемся к завершению. Я не знаю сколько еще примерно будет серий. Но я думаю еще может быть 1, 2, максимум 3 наверное серий. На этом мы как бы с вами все закончим по этой игре. Поэтому всем спасибо кто смотрел. Комментировал. Лайкал. Всем пока.